крутейший нагибаторский это 10 тысяч часов вы просто вдумайтесь в это число и все привет ребят с вами стар ванька и сегодня записываю новый ролик наконец-таки наконец-таки мы дождались новый интереснейший ролик который должен был выходить уже не знаю на протяжении времени такие темы которые раньше у нас разбирались на постоянных основках мы записывали видосы которые связаны с нашими рейтингами с нашими игроками и все самое интересное что у нас есть в этом эквиваленте в наших рейтингов наших игроках лучшие игроки худшие игроки все что мы раньше с вами обозревали наконец-таки возвращается и сегодня неспроста я записываю данный видеоролик ему есть определенное значение я надеюсь на вашу определенную поддержку данной рубрики дабы она у нас опять не потухла не пропала я не думал что там блин у нас нечего опять записывать ничего интересного нету а дабы я опять же начал разбирать рейтинги возможно в какой-то степени вы бы мне помогали искать каких-то новых интересных игроков и мы разбирали опять же наши рейтинги что касаемо сегодняшнего видеоролика это видеоролик который связан с игроками которые проводят в игре просто наибольшее время и сегодня я набрал таких пять игроков и по первому месту и по данному названию видеоролика вы уже наверное понимаете что у нас случилось в игре у нас случилось десяти тысячный часовой игрок который провел уже ну блин весомую циферку не такое какое-то маленькое число 10 тысяч это вам не просто зайти там по приколу поиграть это надо нормально так упороться да я не хочу называть данного игрока задротом возможно ему нравится проводить время в игре но в какой-то степени он его уделяет значительно больше чем я чем вы и чем многие другие игроки поэтому сегодня мы делаем обзор когда-то давно где-то год назад я делал что-то подобное ну и сейчас мы возвращаемся с подбором таким топ 5 игроков но вас я бы хотел бы попросить поставить на данный видеоролик свой палец вверх если вам нравится ну и также подпишитесь на канал если вдруг не подписаны но мы начинаем пятое место это игрок с ником 35011 последний раз когда я записывал видеоролик данный игрок находился если не ошибаюсь на на втором месте по количеству времени в игре сейчас же данный игрок всего лишь находится пятым возможно я кого-то еще пропустил не знаю о ком-то такие тоже моментики бывают но по моей версии данный игрок находится на пятом месте продолжает он играть в нашу игру по сей день играет в контроле точек и я думаю что не так много уделяет времени матчмейкинговым боям потому что я знаю данного игрока как полигонщика как игрока который фармит в какой-то степени опыт я думаю что именно на это идет акцент у данного игрока потому что ну по сути при таком количестве опыта при таком количестве заработанных кристаллов у него уже давным давно full гараж и он по этому поводу я думаю вообще не беспокоится просто идет к своей какой-то определенной цели и еще одна интересная характеристика данного игрока это то что данный игрок находится на третьем месте по количеству опыта в нашей игре его обходит единственный это аса и первое место ни для кого не секрет это борис который продолжает удерживать первое место переходим к следующему четвертое место это rg кз 09 данный игрок тоже входил в мой предыдущий нагибаторский топ повторюсь где-то год назад сейчас же данный игрок уже находится на четвертом месте в его копилке 91115 часов в игре по сей день также продолжает играть не так конечно много как предыдущие и последующие игроки но все же играет ему более-менее наверное таки все нравится также играет контроль и точек к слову данного игрока я нигде не замечал возможно таки где-то и пересекался но не помню его никнейма не помню как он где играет и плюс уп у него отрицательные поэтому я думаю что не какой-то такой прям жесткий сверх нагибаторский игрок хотя по сути коэффициент больше единицы значит импакта в команду вносит а возможно просто довольно большое количество кристаллов фармил на каких-то повышенных фондах и за счет этого поднимал свой коэффициент но в общем и целом для игрока который не является каким-то свел сверх скилл зависимым такое количество опыта соотношение кристаллов к опыту да и уп примерно средне равное я не сказал бы что она такой уж печальная поэтому его за это я думаю что точно судить нельзя да и в общем и целом я думаю что мне бы не было тут еще чего-либо добавить по данному игроку не хотел бы я тут просто затягивать и какую-то дичь еще нести поэтому переходим к следующему следующий у нас принц принц друзья 60 легенды если сравнить с предыдущими двумя игроками 95 это rgkz и циферный игрок 140 легенда друзья а здесь игрок у которого девять тысяч пятьсот часов в игре имеет всего лишь 60 легенду при этом имеет положительное уп уп 162 по сей день также продолжает играть в игру коэффициент соотношения опыта к кристаллам почти единица это значит что не такой уж нагибаторский скилловый игрок но при этом всем раскладе имеет положительные хорошие уп 1 60 у меня на основном аккаунте это меньше это меньше у него лучше но каким образом такое маленькое количество опыта при таком большом количестве часов я так думаю что данный игрок любитель либо посидеть в паркурчики либо посидеть в какой-нибудь хоре рельс очки хотя с хоре рельсы как у него дела обстоят хорек почти 5 миллионов а вот что с рельсой нет точно не рельсовод рельсы у него вообще нету у него нет рельсы что он делает возможно он где-то сидит на каких-нибудь там песочницах паркурчиках еще чем-то но 10 почти 11 миллионов захвате флага сказать что за такое количество времени можно было набить такое количество опыта да я не сказал это мало можно было набить в 2 в 3 раза больше за такое количество времени но имеем то что имеем 3 3 место 60 всего лишь легенда но по коэффициентам не так все хорошо по упашечки бодрякова аппетитно сочная дабж сказал не нагибаторский 162 это довольно достойные цифры но меня конечно смущает вот это вот количество часов и такое маленькое количество опыта ну не знаю чтобы я бы мог еще добавить как-то очень-очень странно напишите свое мнение по данному игроку возможно вы знаете причину может быть и не в паркуре дело может быть в чем-то и другом переходим к следующей мадам я даже не знаю как ее можно было бы по-другому назвать но у нее что касаемо легенды ситуация еще хуже чем у принца если у принца 60 легенда то у королевы 29 я заострял на этом внимание в предыдущей данной рубрики когда данный игрок можно так сказать входил в нее я не понимал как может быть такое маленькое количество опыта при девяти тысячах почти 700 часах в игре понятное дело там отрицательное уп коэффициент кстати ну не такой плохой полторашечка почти что но блин как-то очень-очень странно тут уже явно попахивает паркуром прям конкретно даже попахивает так паркурчиком прям таким нагибаторским и по опыту 7000 часов 2 2 миллиона 800 тысяч на флажках и полторы тысячи часов и 3 300 3 миллиона 300 тысяч опыта есть сравнение между часами да это безусловно какой-то паркур это довольно большое количество времени провождения в данном формате в котором как вы знаете не фармится не опыт не кристаллы ничего другое но игрок продолжает ему значит нравится ему нравится проводить время то возможно какие-то там супер мега трюки показывать возможно просто общаться я почти на 99 и 9 процентов уверен то что это в этот рейтинг не входят зачет игроков которые находятся в сети и просто общаются например в чате это обязательно игрок должен находиться в бою поэтому определенно и точно это паркур ну и наконец таки мы подбираемся к первому месту вы наверное уже понимаете о чем я говорю вы наверное понимаете а каком игроке я уже говорю это истер за это супер мега крутейший нагиба тарский игрок песочницы который но не так круто играет не так жестко нагибает но цифру которую он преодолел пока не преодолел никто это 10 тысяч часов вы просто вдумайтесь в это число 10 тысяч часов для сравнения у меня давайте я даже быстро вобью быстренько просто вобью сколько будет у меня сколько будет у меня у меня если я не ошибаюсь будет около трех тысяч ну ладно 4 я загнул 4000 10 тысяч 110 легенда не такая большая не такая нагибаторская у пешка тоже отрицательная соотношение кристаллов копы тут тоже единица но этот игрок продолжает активно играть в игру да это песочер да ему не нравятся другие карты не нравятся другие форматы но он убежден что это ему приносит удовольствие то что ему это нравится он продолжает играть продолжать активно даже я бы сказал бы играть ему все нравится ему нравится игра у него почти 9 тысяч часов захвате флага при этом набитого 13 миллионов не знаю судить вам или мне но я бы сказал что это мало это мало определенно маленькое количество опыта даже на захвате флага можно набить было больше за такое количество времени но не всем быть нагибаторами определенно честно не всем быть скиловыми какими-то игроками которые могут определенно жестко нагибать быстро наколачивать опыт да и стремиться к чему то возможно у него есть какие-то свои определенные цели в нашей игре он получает свое определенное удовольствие я очень сильно на это надеюсь потому что ну я просто не понимаю тогда зачем играть такое большое количество времени я надеюсь что он кайфует от того что он делает и сейчас он по праву занимает первое место в нашем рейтинге в игре и в какой-то степени является лучшим по количеству опыта сказать что он задрот но это сказать грубо и я бы не хотел бы оскорблять данного игрока я повторюсь надеюсь то что он получает удовольствие от игры и продолжает ее играть по мере своих возможностей вот такой вот небольшой недолгий нежданный негаданный видеоролик у нас появляется я надеюсь что он вам понравился надеюсь что вы мне предложите какие-то новые идеи в комментариях по новым определенным рубрикам которые связаны с обзором рейтингов то есть лучшие какие-то игроки худшие игроки возможно какие-то сверх крутые нагибаторы скиллозависимые машины по типу там а ведь смергеляна например опять же я привожу этого сочного мега крутого игрока с цифркой 2 на конце и вместе с вами мы уже сможем поднять с ног наверное вернуть данную интересную рубрику последнее время я ее не записывал да и вообще никто у нас на танковом ютубе не занимается уже обзором рейтингов надеюсь на вашу поддержку с вами был мистер ванька всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока